Мы рады всех приветствовать сегодня в Центре современного искусства Аурум. Начало мая сейчас будет через пару дней. И как мы любим все это время, как самое серьезное время для расцветания и духа, и тела, и ума, и наших чувств. И вот как раз нам попадается вот такое вот приятное, смотрите, существо, как европейская антикварная ваза. Эта ваза настолько красивая, что ничего не добавить, ничего не убавить. Не по форме, не по раскрашиваемости, не по тяжести. В общем-то, и здесь и флора, и фауна. Здесь и расцветшие цветы, здесь и журавлики, которые пьют воду. В общем-то, это европейская ваза 1945 года. Она мне досталась по наследству от моей тетушки. И теперь она украшает нашу кухню. И куда бы ты ни зашел в нашей квартире, все равно глаз тянется на что-то очень гармоничное. И вот мы с Волой ходим и думаем, а стоит ли ее вообще рисовать, если в ней уже все сказано, если она уже настолько совершенная и настолько красива, что, может быть, не стоит ее брать и сейчас на холсте писать. Но оказывается, что мы можем у нее, у этой вазы, срисовывая с нее ее внешний облик, выработать голландский принцип глубинной прописки. То, что мы с вами всегда хотели сделать. Летящая кисть – это, конечно, хорошо. Импрессион – это, конечно, хорошо. Современное искусство – хорошо. Но так, как сказали голландцы о красоте предмета, то я думаю, что мы все скучаем за такой техникой. И сегодня попробуем мы такой техникой подействовать. Я хочу, как пример, показать вам вот эту вазу. Помните, мы ее делали? Это тоже наша ваза, китайская, старинная ваза. Она у нас есть живая. Мы ее потом вам покажем. И, может быть, мы напишем ее живьем. Но здесь мы с ней баловались в секретных подмалевках. Помните, мы натягивали канаты, накидывали пастос, передавливали. Что мы только с ней не делали, чтобы она была вот такая вот яркая и энергетичная. И, как вам сказать, такой прекрасный арт-объект, который, как бы сказать, отличается от всех других картин. Потому что он самодостаточен, этот арт-объект. И вот у нас сегодня нам предстоит вот эту вазу, да, европейскую, середины 20-го века разместить на 60-40. Мы с вами будем делать сегодня три подмалевка. Это, будьте очень внимательны, это совсем другое действие, чем мы делали носок, лезвие, шкряпка, протирка. Это совсем другое действие. Поэтому будьте очень внимательны, и вам эта техника должна очень понравиться. Я надеюсь, что вы все перепечатали. Без перепечатки мы эту вазу не сможем, как вам сказать, стянуть и сделать по-голландски правильной. Поэтому у нас должны быть две перепечаточки такие, и одна вот такая, да, чтобы смотреть, как цветы писать. Ну и, конечно, вот она живая для того, чтобы смотреть цвет на ней. Здесь ни в коем случае нельзя ошибиться в цвете. Она молочного цвета, и на ней хризантемы. И, возможно, мы потом у подножья ее бросим немножечко живого одного цветка или два цветка. Вот нам прислали наши казахские девушки, Лена и Маруа, прислали вот такие вот фотографии цветов, которые цветут прямо диким образом, так. И нам это так понравилось, что мы один из них, наверное, вот здесь вот постараемся бросить у подножья этой вазы. Давайте попробуем новую технику глубинного изучения реалистической формы очень дорогого предмета. Давайте. Вот, смотрите, абсолютно другая техника живописи, которая нам понадобится все равно. В нашем Blade & Socks есть четвертое действие. Когда мы действуем только масляной краской по поверхности уже написанного. А теперь нам это легко и просто будет делать, когда мы вот такую сложную прошли, ну, как вам сказать, ремесленное действие. Сложное ремесленное действие. Так, давайте быстренько вот здесь зелененькие листики. И хорошо, что мы по-мокрому это все делаем, потому что эти листики смешиваются с краской, еще пока смешиваются с той краской, которая была написана объем вазы. Сложное ремесленное действие.